До сих пор большое количество горожан проживают в частных домах, где не планируется проведение централизованной канализации. Проживая в таком доме, собственникам приходится заключать договоры на вывоз отходов из ям. Иначе внушительный штраф. Как обезопасить себя и окружающую среду, смотрите в нашем репортаже. Летом прошлого года административная комиссия Кировского района выехала по вызову на улице Набережная Мая, 1 мая, угол Волжской. Причина – из выгребных ям вытекают нечистоты. К нам, как мы знаем, по анонимному звонку в Кировскую администрацию была направлена административная комиссия по поводу того, что протекают ямы сливные, которые находятся на улице Волжская. Выгребная яма, которой пользуется Наталья Вавилова, находится во дворе. Она не имеет никакого отношения ни к Волжской, она не давала течь. При прибытии на место специалистов нашего отдела следы разлива жительных частот были визуально обнаружены. Однако установить конкретно конституционный колодец, с которым производились данные разлива жительных частот, не удалось. Комиссии найти виновника не удалось, зато проверила жильцов дома, есть ли у них договоры со специальными службами. Оказалось, что у многих нет, а кто-то вообще не слышал ни о каких договорах. Совершенно неожиданно к нам пришла административная комиссия, совершенно неожиданно мы получили весть о том, что мы должны заключать договор. Мы следим за своей ямами, они у нас регулярно выкачиваются, поэтому совершенно непонятен вот этот штраф. Для многих заключать договоры дорого. По официальным данным, цена варьируется от 500 до 1500 рублей. Однако этого требует правила городских территорий обеспечения частоты и порядка в городе. Вместо договора граждане могут предоставить платежный документ, который подтвердит, что они используют услуги специализированного предприятия. Отсутствие платежного документа или отсутствие соответствующих дворных отношений является признаками состава административного правонарушения. Так как проведение центральной канализации в Старом фонде не планируется, следует подойти к оформлению договора серьезно. Штраф за его отсутствие от 3 до 5 тысяч рублей. Все выгребные ямы должны быть водонепроницаемы. Это выполнено из любой конструкции. Преимущественно это бетонные кольца, имеющие дно. И плюс систематически должна осуществляться их очистка. К слову, все ямы перед установкой должны проходить процедуру согласования со структурой городской администрации и Роспотребнадзором, которые должны дать свое согласие на установку. Сергей Рожко, Тимофей Кухарчук, Серик Намазбаев. Новости РНТВ. Астрахань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова